Реликтовые леса, нетронутые пляжи и коралловые рифы. Ни с чем не сравнимые приключения ждут вас в этом регионе австралийского континента. Мы в Квинсленде. В Мастере путешествий мы посетим прекраснейшие страны, познакомимся с их жителями и окунемся в уникальную атмосферу этих мест. Ну а теперь заметки о знаменитых и неизвестных уголках Тихоокеанского кольца. Квинсленд. Квинсленд, а это северо-восточная часть Австралии, занимает почти четверть площади страны. Прекрасное место. Одно из чудес света, большой барьерный риф протянулся на 2000 километров вдоль побережья. Прибрежный район Саншайн-Кост и остров Фрейзер – это настоящий рай на земле с нетронутыми пляжами, кристально чистыми озерами и многочисленной живностью. Северная вершина Квинсленда покрыта тропическими лесами, где вот уже 150 миллионов лет обитают уникальные животные и растения. Путешествие в Квинсленд – это редчайшая возможность увидеть природу, неизменную тысячелетиями. Квинсленд – это солнце, море и песок. Это экзотические виды спорта, дайвинг, яхты и походы. Это праздник жизни. От диких собак Динго на острове Фрейзер до детенышей крокодилов в тропических лесах. Боже мой, тут есть абсолютно все. Штат Квинсленд – это квинтэссенция отдыха на природе. Но красота его таит долю опасности. Никогда не знаешь, какое странное животное может выскочить из кустов или проползти мимо. Это может быть крокодил, всплывший в лодке, или прячущийся шипохвост. Тропический лес оглашается криками диких животных, кружащих над коралловыми рифами птиц и огромных древних ящеров, пробирающихся сквозь кустарники. В Квинсленде всегда надо быть на чеку. Наше путешествие начнется на севере Брисбена, в Саншай-Кост и Нузе, включая перелет на волшебный остров Фрейзер. Далее мы полетим еще севернее, в Кернс, исследуем Большой барьерный риф и долину Дентри. Большая часть восхитительного побережья к югу и северу от Брисбена хорошо освоена. На юге золотое побережье напоминает Майами, в то время как на севере Саншайн-Кост более дикий и нетронутый. Тропическое побережье Саншайн-Кост с белыми пляжами и небольшими бухтами – излюбленное место отдыха австралийцев. Модный городок Нуза – жемчужина Саншайн-Кост. Это идеальный курорт. Прекрасное Голубое море, длинные песчаные пляжи и бесчисленные волны для серфинга. Волны в Нузе бесподобны, особенно в Ферстпоинт. В Национальном парке, что за углом, можно отлично покататься на доске. Что может быть лучше, чем попасть в середину волны и суметь ее оседлать? Думаете, я сошел с ума, или, как говорят австралийцы, двинулся? Нет-нет, с головой у меня все в порядке, я не собираюсь становиться на доску. Но с удовольствием поучусь серфингу на пляже. Раз, два. А вот и большая волна. Я отталкиваюсь руками и просовываю ногу между руками. Странно, да? Отсюда, туда и оттуда. Хорошо. Бодисерфинг в Австралии появился в начале 20 века. Но только в 1914 году, после визита гавайской легенды Дьюка Каханамоку, искусство балансирования на доске обрело всенародную любовь. Первые слова, что услышали европейцы от австралийских аборигенов, были «уходите прочь». Похоже, вся дикая природа Австралии того же мнения. Вместе с милыми коалами здесь встречаются ужасные, смертельно опасные создания. Забудьте об акулах. Тут водятся кубы-медузы с жалящими щупальцами, морские крокодилы, способные перекусить вас пополам, и пауки, переваливающие свою добычу заживо. Безопаснее всего знакомиться со знаменитыми австралийскими животными в австралийском зоопарке Нузы. Зоопарком, больше похожим на естественный лес, управляет телевизионный ведущий Стив Мартин. Сотрудники зоопарка холят и лелеют своих питомцев. Они легко приспосабливаются, поэтому, когда они переворачиваются, поэтому у них такая плохая репутация, по крайней мере, в мультиках. На мультяшных они совсем не похожи. А как сюда попала Харриет? Мы очень дрожим Харриет. Харриет — это 175-летняя черепаха, которую Дарвин привез с Галапагосских островов. Когда Чарльз Дарвин ее подобрал, она была размером с тарелку. А теперь она с посудомоечную машину. Это точно. 40 миллионов лет назад Австралия отделилась от суперконтинента Гондваны. С тех пор животные здесь развивались в изоляции. По этой причине они так уникально выглядят. Вы только посмотрите на это. Руди кормит кенгуру. Кенгуру скачут по этой земле уже 15 миллионов лет. Найденные ископаемые доказывают, что раньше здесь обитали кенгуру в 3 метра высотой. Они вымерли из-за смены климата. Кенгуру — сумчатое животное. Сразу после рождения крошечный детеныш переползает в сумку своей матери и остается там, пока ему не станет тесно. Они такие милые. Давайте. Давайте. Еще один символ Австралии — коала. Тоже сумчатая. Большую часть времени коалы спят на эвкалиптовых деревьях. Для экономии энергии они активны всего 4 часа в день. Любовь с первого взгляда. Надеюсь, он не кусается. Укусит, если расстроится. Пока он выглядит счастливым. Вот мои любимые крокодилы. Морские крокодилы вырастают до 7 метров в длину и весят тонну. Некоторые живут по 80 лет. Обычно они едят рыбу и черепах. Но могут побаловать себя кабаном, кенгуру или вами. Известны случаи, когда крокодилы нападали на стоящих на берегу людей. Но не волнуйтесь, за 27 лет зафиксировано лишь 14 смертей в пасте крокодила. Если вас схватили, эксперты рекомендуют не разжимать крокодилу челюсти, а притвориться мертвым, и пусть он вас спрячет про запас. Ну да. Австралийские аборигены оценили красоту и изобилие Квинсленда на 40 тысяч лет раньше европейцев. Недалеко от Нуза в городе Эумунди в магазине Дилибэк Дрим Тайм потомок аборигенов Майкл Конноли продает картины, предметы искусства и музыкальные инструменты диджириду. Вы производите звук только горлом, горлом, губами и языком. Вот так. Европейцы, прибывшие сюда в конце 18 века, были крайне удивлены отсутствием у аборигенов понятия личной собственности и иерархии в племени, а также их кочевым образом жизни. Они не захотели понять глубокую духовную связь между этими людьми и землей, многогранность их цивилизации. Считается, что австралийские аборигены обладают самой долгой непрерывной культурой на планете. Диджириду – самый известный музыкальный инструмент аборигенов. Духовой инструмент обычно делают из бамбука. Получается низкий, вибрирующий звук. Аборигены играли на диджириду во время официальных церемоний, обрядов, а также на закате. Никто не знает точные цифры, но огромное количество аборигенов погибло от болезней, завезенных европейцами. Километры, обиваемых бризами пляжей, чистые озера, восхитительный трофический лес и разноцветный песок. Все это – остров Фрейзер, являющийся всемирным наследием ЮНЕСКО и одним из самых уникальных островов на Земле. Сотни лет. Реки Песка текли из района Сиднея на северо-восток, чтобы в конечном итоге сформировать самый большой песчаный остров в мире. Он полон жизни. В этом раю растут самые древние растения, самые большие папоротники и самые редкие деревья. Остров Фрейзер знаменит своими шелковыми деревьями. Они растут только на острове Фрейзер и в маленьком парке Кулула, к югу отсюда. Дерево не точит черви, поэтому оно идеально подходит для морских построек. Эти деревья использовались для строительства Суэцкого канала и лондонских доков. Из-за песчаной почвы растениям пришлось адаптироваться. Некоторые деревья накапливают питательные вещества в стволах, а у других корни стелятся по поверхности, а третьи получают азот от насекомых. Роскошный пляж растянулся на 120 километров. Есть где уединиться. Он также служит дорогой для полноприводных внедорожников, без которых здесь не обойтись. Вот они. Дороги здесь ухабистые, так что все ездят на джипах. Неплохая идея. Звучит неплохо, но у многих нет опыта езды по этой местности, так что большая часть отпуска туристы, ругаясь и потея, откапывают свои машины. Из песка и грязи. Из-за акул и быстрого течения плавать в океане около острова опасно. Разноцветные дюны, когда-то бывшие скалами, сдерживают морские ветра. На острове 40 висячих озер. Такие озера образуются из листьев и различных органических остатков, спрессованных ветром. В невероятно прозрачной воде растворено большое количество кислот. Питательных веществ очень мало, поэтому единственные обитатели здесь – лягушки. Красивейшее озеро Маккензи окружают белые песчаные пляжи. Поплавать здесь – необычайное удовольствие. В водах около острова Фрезер водятся горбатые киты, а по пляжам бродят дикие собаки-динго. На острове насчитывается 200 динго. Они сами регулируют свою численность благодаря иерархии в стае. В каждом районе свой доминантный самец и самка. Особи столько, сколько может прокормить остров. Попробовав наши еды, собаки стали агрессивны. Люди должны держаться от них подальше и не кормить. Аборигены поселились на острове Фрезер десятки тысяч лет назад. Они назвали остров Гкари в честь богини песка. Сегодня остров назван в честь Элизы Фрезер, жены капитана бригантины Стерлин Кассу. Этот корабль потерпел кораблекрушение в 1836 году и был захвачен аборигенами. Капитана и некоторых членов команды убили, но Элиза прожила здесь два месяца и была спасена. В дальнейшем она написала книгу о своих злоключениях и вместе с передвижным цирком путешествовала по Англии. Кингфишер-бэй — это райское место на острове Фрейзер. Экотуризм здесь чрезвычайно популярен. Австралийцы стараются совместить туризм с охраной окружающей среды. В Кингфишер-бэй роскошь и стиль соседствуют с экологически чистым интерьером, энергоэффективностью, переработкой отходов и сохранением природы. Все здесь построено из местных материалов, таким образом, чтобы сливаться с природой. Бассейн копирует чистейшее озеро Маккензи. Дощатый настил соединяет озера с широким пляжем. Подпрыгивая на ухабах, можно совершить автобусную экскурсию по острову. Хотя Кингфишер-бэй оторван от цивилизации, в его ресторанах можно отлично пообедать. Вечерний бокал вина у бассейна, когда солнце заходит за бухту от Каналаса — неописуемое удовольствие. В двух часах полета от Брисберн расположен городок Кернс. Выход как к большому барьерному рифу, так и во влажные экваториальные леса. Мы находимся в самой крайней точке Квинсленда. Здесь заканчивается дорога и сам континент. Нет места лучше для подводного плавания, чем Кернс. Здесь вам предложат множество подводных экскурсий. Город находится всего в 30 километрах от рифа. К большому барьерному рифу съезжаются дайверы со всего земного шара, чтобы исследовать его подводный мир. Внешний риф представляет собой невероятное зрелище, но и внутренний риф не разочарует. К тому же он намного короче. Однодневная экскурсия, такая как Дух океана, обычно состоит из погружения с аквалангом или маской, а также обеда и похода на остров или коралловый риф. Большой барьерный риф, самая большая в мире экосистема, состоит из 3000 отдельных рифов. Он растянулся на 2000 километров и в отдельных местах достигает ширины 270 километров. Риф так велик, что его видно с Луны. Эта массивная структура состоит из крошечных полипов. На месте умерших кораллов известковые скелеты формируют пещеры и расщелины, в которых живут тысячи рыб и других морских обитателей. Умирая, риф постоянно растет и меняется. Загрязнение окружающей среды угрожает всей экосистеме барьерного рифа. Нырнув в океан, вы попадаете в королевство странных форм и расцветок. Необычайно волнительно видеть проплывающую мимо стаю рыб или вынырнувшего из глубины ската. Риф стал домом и для черепах. Эти животные неизменно уже 100 миллионов лет Глубины так завораживают, что не хочется возвращаться на поверхность. Михайловый коралловый риф — это царство птиц. Здесь гнездятся около 30 тысяч темных и бурокрылых крачек, а также бурые олуши. Охотясь, олуши камнем падают в воду с 20-метровой высоты. Для смягчения удара у них есть специальные воздушные мешки в голове и груди. Лучший период для дайвинга — с августа по декабрь. Большинство акул у рифа не нападают на людей. Медузы, конечно, представляют опасность, но есть специальные защитные костюмы. Чтобы ощутить вкус дикой природы Австралии, мы отправились в «Ред Окер Гриль». В этом ресторане подают исконные островные фрукты, ягоды, дичь и морепродукты. Здесь вам приготовят мясо эму, кенгуру и, конечно, крокодила. Мы готовим блюдо из крокодила. Живьем его, конечно, никто не хочет встретить, но мясо у него очень вкусное. Рецепт довольно прост. Я беру мясо крокодила, слегка посыпаю его мукой и обжариваю. В кастрюле у нас кунжутное масло, чеснок и свежий перец чили, который при 70 градусах теряет свою жгучесть, но оставляет чудесный аромат. Не забудем, конечно, соль. Потом все это тушим и добавляем рассол. Подаем с лимоном и с амболом. Очень вкусно. Клиентам нравится. Проследним чудом в моем путешествии станет дождевой лес в долине Дейнтри. Лесу уже 150 миллионов лет, и в нем обитают животные, еще неизвестные науки. Представляете? Это мой последний шанс быть съеденным крокодилом, остаться парализованным от укуса паука или быть укушенным самой ядовитой змеей. Даже растения здесь пугают своей изобретательной самозащитой. Эта вьющая селиана сплошь покрыта маленькими шипами, которые раздерут вашу одежду и кожу в клочья. Если вы зацепились одеждой, лучше повернуть назад и попробовать освободиться. Я понимаю, то есть нужно ждать, пока вас освободят. Огромные лианы оплетают и душат деревья. Вдоль дороги выстроились веерообразные пальмы. Огромные папоротники растут в изгибах деревьев. Австралийский тур – это самый безопасный способ познакомиться с тропическим лесом. Проводники расскажут вам о туземных лекарствах и ритуалах, а также познакомят с разнообразной флорой и фауной. Ни с чем не сравнится сплав по реке Дейнтри, кишащий крокодилами. Живность здесь повсюду. На деревьях попугай лакомится ягодами, а зимородки вьют свои гнезда. По берегам разлеглись крокодилы. Температура песка, в котором лежат яйца, определяет пол будущего крокодильчика. При температуре 31,6 градусов Цельсия появится самец. При любой другой температуре родится самка. В любом случае, нет никакой разницы, кто откусит вам ногу. Увидите вы крокодила или нет, все зависит от удачи. Но на ферме Хартли, недалеко от Кернса, крокодилов, видимо-невидимо. Дождевой ферме. Дождевой ферме. Дождевой лес Дейнтри тянется до самого океана и заканчивается у великолепного пляжа Кейп Трибюлейшн. Имя пляжа дал капитан Кук в 1770 году, когда его корабль Эдвор сел здесь на мель после удара о большой барьерный риф. Кораблекрушений в этих местах нередки. Подводный мир Большого Барьерного рифа, песчаный остров Фрейзер – все эти чудеса Квинсленда навсегда останутся в моем сердце. На этой древней и богатой растительностью земле человеческая жизнь кажется мигом. Уникальные животные и растения, широкие просторы и нетронутые пляжи создают неповторимое великолепие Квинсленда. Голова идет кругом от этого райского места. Ничто не удержит меня вдали от Квинсленда, ни пауки, ни крокодилы. Из этой тихоокеанской стороны чудес я, Руди Макса, прощаюсь с вами. До встречи. Фильм озвучен компанией «Видеопродакшн». Редактор субтитров А.Семкин